Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими кистями. Я вам покажу те кисти, которыми я пользуюсь чаще всего. И будем их, наверное, скорее всего, называть базовые кисти или набор для новичков. Потому что, на мой взгляд, имея эти кисти, вы на много, на много раз облегчите себе нанесение макияжа. Меня очень много девочек просили рассказать и показать свои кисти. И я хочу сразу же оговориться, что я никакой не визажист. Я никогда не посещала курсы визажа. YouTube был моим учителем. И поэтому я вам покажу те кисточки, которые, на мой взгляд, служили мне просто палочками-выручалочками, когда я делала себе макияж, когда я только что-то пробовала наносить себе. Надеюсь, что вам это видео будет полезным. Так что поехали! Ну и давайте мы начнем двигаться, наверное, от нанесения тональной основы, дальше брови, глаза и так далее. Для нанесения тональной основы я бы всем от чистого сердца посоветовала кисть Flat Kabuki F80. Эта кисточка у меня от фирмы Sigma. Заказывала я ее себе на официальном сайте. И она просто отлично наносит тональную основу. У нее очень хорошая форма, просто, можно сказать, идеальная. Она довольно плотно набита, и при помощи нее можно хорошо добраться до каких-то трудно досягаемых частей лица. Эта кисть создает просто отличное покрытие, замечательно распределяет тональную основу по лицу, без всяких каких-либо разводов или пятен. Еще одним хорошим помощником в нанесении тональной основы является спонжик. В облаженном состоянии он также очень хорошо распределяет тональную основу. Единственный минус у него, что он как бы проглатывает больше тональной основы, чем, например, та же кисть. Но если у вас все же нет возможности приобрести себе Flat Kabuki, то я бы вам все же посоветовала спонжик. Очень часто меня спрашивают девочки, какой кистью я распределяю на лице консилер. Для этого я использую кисть от Zoiva под номером 142 Concealer Buffer. Очень хорошая кисть, я могу только всем ее посоветовать. Она замечательно работает с продуктом. Продукт, то есть, распределяется равномерно, опять же, без каких-либо разводов, и смотрится все довольно естественно. Лично я фиксирую себе практически всегда T-зону, чтобы она не блестела, и консилер под глазами, чтобы он не скатывался у нас в эти мимические морщинки. И для этого я использую кисть от Zoiva под номером 114, называется Luxe Face Focus. Я все названия кисточек оставлю под видео, и также ссылки, где какие можно, может быть, заказать. Эта кисточка стала для меня незаменимой, и если вы где-нибудь найдете в магазине или онлайн кисть в форме такого лепесточка, то я обязательно советую вам присмотреться, потому что ей очень удобно наносить и фиксировать именно консилер под глазами, или, например, здесь T-зону, потому что она не захватывает огромный участок на лице и распределяет все очень аккуратно. И мы подошли уже к бровям, и для бровей у меня имеется две кисти. Я уже снимала видео, как я себе оформляю брови, ссылку на него я могу оставить в инфобоксе. В том видео я говорила и показывала вам ту кисть, которую я пользовалась на протяжении двух или трех лет, я уже не помню. Она не имела никакого названия, то есть no name, какая-то кисточка. И после того, как я сняла видео, она у меня распалась и разлезлась. И теперь заместо нее я использую, опять же, скошенную кисть. Эта кисть у меня от Заива. Я вас предупрежу, что в том видео я немножко жаловалась на кисть Заива, потому что мне было ей неудобно работать. Но что поделаешь, когда та кисть у меня развалилась, я все-таки приспособилась к кисточке от Заива. Это у меня, в принципе, кисть для подводки. Но я ее приспособила именно для бровей, и ей, могу сказать, теперь очень удобно работать. Когда она немного набирает на себя продукта, то становится тверденькой, то есть держит форму, никуда не гнется, и ей становится уже удобно рисовать. Ну а вторая кисть – это простая щеточка, которую вы можете купить, я думаю, в любом магазине, которая для меня must-have, потому что я все время расчесываю и растушевываю продукт на бровях. И это незаменимая вещь, и я считаю, что она должна быть. В принципе, у каждой стоит она копейки. При нанесении теней имеется также пару нюансов, которые мне бы хотелось отметить. И первое, что хочется вам посоветовать – это растушевочная кисть. В данном случае у меня кисть от Sigma под номером Е25, знаменитая кисточка, и я ей очень люблю наносить тени именно в складку глаза. Она замечательно наносит продукт и в то же время растушевывает его. Этой же кистью можно свободно нанести продукт также и на нижнее веко. Просто универсальная вещь. Если сильно захотеть, можно при помощи этой кистью нанести и какие-то тени на подвижное веко. У вас просто-напросто появляется огромное количество возможностей в нанесении разных теней. И она, можно ее назвать даже многофункциональной. Поэтому, если у вас будет такая кисть, то она спасет, ну, как минимум половину вашего макияжа. Если вы хотите придать глубину вашему макияжу, то для этого в основном затемняется складка глаза, а также внешний уголочек буковка V. И для этого чаще всего используются какие-нибудь кисточки-карандаши. Я вам сейчас хочу посоветовать кисточку, опять же, от Заива, которая называется Lux Petite Crease под номером 231. Я перечислю их все под видео. Ей очень удобно работать, она замечательно набирает продукт, у нее замечательная отдача продукта. И за счет того, что у нее конусообразное строение, то она, когда вы наносите какие-нибудь тени в складку глаза, она краешками уже немножко и растушевывает их. Но все же этот акцент глубины остается. При нанесении теней на подвижное веко вам хватит каких-либо простых плоских кистей. Например, у меня от какого-то неизвестного бренда две кисти. Одна побольше, другая поменьше. И смотря что и где я хочу нанести, либо хайлайтер под бровь можно нанести, либо на все подвижное веко, либо в уголок глаза, если сильно захотеть. В этом случае не надо ломать себе голову, какую приобрести. Можете пойти в любой магазин и поискать что-то наподобие. Многие из вас знают, что я любитель стрелочек и я их рисую себе практически всегда, начиная от каких-то праздничных и ярких макияжей, заканчивая ежедневным макияжем. То есть стрелочки у меня должны быть. И я вам хочу порекомендовать от чистого сердца кисть от Catrice. Очень бюджетная кисточка, но которая справляется со своим заданием на ура. Это скошенная кисть, которая имеет тонкий кончик. Она держит форму, что разрешает нам нарисовать очень аккуратную стрелочку. И мы подошли уже опять к лицу. И для контурирования я вам покажу сейчас две кисти, которые в принципе идентичны. Одна у меня от Sigma под номером F25, другая от Sedona Lace под номером FB03. Эти кисти в принципе одинаково наносят продукт. Ими довольно удобно придавать коже вот эту вот бронзовость или загорелость, смотря, конечно, какой бронзер вы используете. Она наносит продукт и сразу же как бы растушевывает его. И из этих двух кистей я бы все же, наверное, скорее вам порекомендовала от Sedona Lace, потому что она не так сильно теряет ворс. От Sigma просто ужасно все лезет и что-то они подкачали с этой кисточкой. Если же вы хотите себе все-таки более точный контур, то для этого я вам могу посоветовать кисть скошенную, которая называется Large Angled Contour F40, опять же от Sigma. Такие кисти идентичной формы вы можете найти и у Заива. Такими кистями можно нанести в принципе как румяна, так и хайлайтер. И в каком-то понимании она является также многофункциональной. И на этом у меня все. И я очень надеюсь, что это видео оказалось для кого-то в какой-то степени полезным. Знаю по себе, что тяжело найти качественные и в какой-то степени универсальные кисти для макияжа, особенно для новичков. А хочется выглядеть все-таки более ухоженно, чтобы на глазах получался и выходил именно тот макияж, который ты себе задумал. Поэтому я надеюсь, что кто-то из вас может быть взял себе какие-то кисточки или советы на заметку. И мы увидимся с вами теперь в следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока!